Всем тихой ночи. Давно не было видео по тем вещам из мира SCP, за которые вы голосовали в комментариях. Так что продолжаем эту рубрику. В прошлый раз больше всего комментариев было за связанную организацию Stasi. Это организация немецкого филиала, переводом объектов которой недавно отдельная группа ВКонтакте, ссылку на которую оставлю в описании. Организация эта связана с явлением из реальной жизни, потому что в реальном мире после Второй мировой войны Германия была разделена и к 1949 году оформилась Западная и Восточная. Западная поддерживалась США, Восточная СССР. А уже через год в Восточной появилась своя спецслужба, которая называлась Stasi. И конечно в мире, где существуют аномалии, именно эти ребята ими занялись. Хотя Stasi и без аномалий была довольно странной штукой. Они использовали довольно необычные способы скрытого психологического давления. К примеру, существовала программа с грозным названием разложения, суть которой была в том, что агент Stasi скрытно проникал в жилище нужного человека и, к примеру, переставлял вещи или оставлял загадочные послания, в результате чего некоторые люди сходили с ума или начинали верить, что за ними следят призраки. И Stasi могли позволить заниматься такой деятельностью, потому что степень их проникновения в общество была одной из самых высоких среди спецслужб вообще в истории. Двое из ста жителей Восточной Германии сотрудничали с этой организацией, что создало ей весьма зловещий ореол. Они на радость параноикам действительно могли следить за каждым, еще до того, как это стало модным. В смысле до того, как все стали носить мобильный телефон в кармане. В мире SCP в 1965 году для поиска эффективного использования аномальных предметов внутри Stasi был основан отдел 25. Он проработал до 89 года, а затем практически бесследно исчез. Почти вся документация отдела была уничтожена, а память всех его значимых сотрудников сильно изменена. Stasi настолько хорошо скрывали все следы своего существования, что немецкий филиал SCP нашел документы, свидетельствующие о том, что такая организация вообще была только в 2006 году, но было уже поздно. Многие связанные с ней аномальные предметы растеклись по разным другим организациям немецкого филиала, а найти кого-то из тех, кто в ней работал, так и не удалось. При этом только фонд в полной мере понимает, с чем имеет дело, потому что у SCP есть документы о самой организации. Фонду SCP повезло, потому что свои бумаги 25-й отдел не сжег, а всего лишь измельчил и высыпал эту гору бумажных обрезков в какой-то старый бункер, где все эти документы и были найдены одним немецким чиновником впоследствии. Разумеется, в один прекрасный день к этому чиновнику пришли люди в строгих костюмах. Зачем они приходили, тот уже не помнил. Как и не помнил о своей находке, ведь все бумаги унесли работники фонда. Складывая из обрывков письма, донесения и отчеты, сотрудник фонда сначала узнал о ТБ-50, обозначенном впоследствии как SCP-024D. Приборе способно своим излучением вводить человека в состояние глубокой депрессии, который работал за счет камня неизвестного химического состава. Устройство это штази использовало для борьбы с политическими противниками Восточной Германии. Кстати, камень в машине сам по себе оказывается той еще угрозой, потому что его излучение постоянно усиливается и теоретически может охватить всю землю, и всем станет грустно. Вот такой вариант конца света от немецкого филиала. Затем был обнаружен SCP-038DE, аномальная жидкость синего цвета, употребление которое приводит к тому, что человеку становится проще удовлетворить свои потребности товарами более низкого качества, что должно снизить влияние западных товаров на население. Такие вот полезные разработки. Раскладывая себя на столе кубометра обрезков, исследователь Хоффман узнает все больше и больше тайны аномального мира Восточной Германии. 25-й отдел штази отказался от облучающей машины с камнем, но не отказался от идеи влияния на разум человека через облучение и создал устройство в виде калькулятора, которое способно делать людей существенно умнее. Мозг человека, который пользовался им, становится больше. Во время своих экспериментов фонд обнаружил, что нервная ткань под воздействием устройства способна разрастаться бесконечно, в итоге становясь самостоятельным существом. Но если фонд в ходе этих экспериментов просто вырастил большой мозг, сам штази пошел дальше, и над некоторыми своими разработками отдел потерял контроль. Из собранных документов Хоффман узнает, что из лаборатории сбежал некий субъект 17. Он был обозначен как отдельный объект SCP-082DE и оказался достаточно страшной штукой, а именно формой жизни, состоящей изначально из человеческих нервных клеток и способной принимать вид любого человека. Поначалу штази использовали субъекты 17 в своих разведывательных операциях, но когда тот научился самостоятельно питаться, поглощая людей, форму которых он впоследствии постепенно принимал, выжирая нервную систему человека изнутри, монстр порвал связи с отделом и так и бродит где-то по Германии в обличии самых разных людей. Не удалось его поймать и фонду SCP. Но не беда, потому что благодаря дальнейшей работе с горой рваной бумаги удается обнаружить еще одну неуловимую штуку SCP-029DE, человекоподобного робота в виде женщины, который настолько умен, что даже имея всю документацию по нему, его никак не удается поставить на содержание. Но главное, с чем в целом имеет дело немецкий филиал, это не машины, а внезапно магия. В немецком филиале SCP-магия вообще занимает особое место. Четвертый рейх составляет мощные руны, меняющие реальность. Коллектив Каекус Корнельяна постоянно ссылается на Каббалу, а есть еще целая связная организация под названием Академия Магов. Вот и отдел 25, конечно же, не мог пройти мимо этой темы. Его высокопоставленные сотрудники зовутся магистрами. И судя по рассказу по течению, перевода которого все еще нет, но гуглопереводчик, как оказалось, переводит немецкий на удивление понятно. Так вот, судя по рассказу Мид Дитчтурм, в 25 отделе штази из всех магических искусств особенно увлекались некромантией и тот же робот SCP-087DE. Помимо искусственного интеллекта был снабжен еще и душой погибшей жены одного из сотрудников организации. Осознав, насколько сильна магия, отдел начал разыскивать людей, преуспевших в различных ее формах, и вербовать их на работу. Так в одном из рассказов завербованная колдунья создает плащ-невидимку, который через много лет найдет фонд SCP и поставит на содержание как SCP-125DE. Она же потом создает и SCP-157DE, живого манекена. Впрочем, и тут отдел проявляет свое пристрастие к некромантии, ведь ходячая кукла была снабжена личностью и душой погибшего человека. Наделение вещей личностью таким вот образом в целом понравилось магистрам отдела, и они нашли этому довольно широкое применение. Например, они сделали разумный автомобиль Трабант, способный ездить без водителя, а затем вселили душу погибшего шахтера в деревянную игрушку. В общем, увлеклись всем таким. Вершиной этой деятельности стало создание группы призрачных самолетов, которые способны появляться прямо из воздуха и атаковать вполне материальными ракетами, а также сбрасывать бомбы на головы противника, в том случае, если в Восточной Германии грозит какая-то опасность. Все это вещи, которые 25-й отдел штази создает, но иногда так же, как и фонд SCP, он занимается поиском аномальных предметов. Впрочем, не слишком активно. Всего отдел нашел два объекта. Первый – это пещера, в которой живет бессмертное существо, считающее себя императором Священной Римской империи Фридрихом Первым. А второй – это бункер, в котором обитает другое существо, похожее на демона-тварь, которые способны изменять взгляды любого человека на нацистские. Организация эта существует практически только в рамках немецкого филиала. В основном пространстве объект, связанный с ними, всего один – это SCP-4387. Однажды фонд взял штурмом очередной аукцион, проводимой организацией Маршал Картер и Дарк, и на нем, среди прочего, было захвачено ожерелье, которое оказалось способно отделять голову от тела так, что человек, подвергнутый этой процедуре, оставался жив. Эту вещь, как выяснилось, изготовил тот самый таинственный 25-й отдел штази и применял для допросов. Вот, собственно, и всё. Это видео было об организации немецкого филиала SCP, 25-й отдел штази. Но ещё осталось много организаций из мира SCP, про которые роликов ещё не было. Так что, как обычно, за какую будет больше комментариев, о такой поговорим в следующем подобном видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok